Привокзальная библиотека номер 4 представляет вам мастер-класс по изготовлению тарелки в технике папье-маше. Для этого вам потребуется клей ПВА, вода, газеты или журналы, вазелин или жирный крем, одноразовая или любая другая тарелка, кисточка. В любую удобную емкость добавляем клей и воду в равных пропорциях и тщательно размешиваем. Чтобы после высыхания наша тарелка легко отделялась от основы, наносим небольшое количество жирного крема. Техника изготовления очень проста. На основу мы начинаем укладывать небольшие кусочки газеты, тщательно промазывая их клеем. Обязательно соблюдайте равномерность, чтобы толщина тарелки была одинакова. Для прочности изделия рекомендую сделать не меньше 3 или даже 4 слоев. Чтобы высохнуть, такой тарелки хватит и суток. Само папье-маше – это французское словосочетание. Но, несмотря на это, названную так технологию не знали во Франции до 16 века. Считается, что данный вид прикладного искусства возник в Древнем Китае, где была изобретена бумага. Китайцы изготавливали из папье-маше различные вещи и придавали им жесткость с помощью нескольких слоев лака. Самые первые предметы, выполненные из папье-маше, были обнаружены при раскопках в Китае. Они относятся к 2002 году до н.э. В Европу папье-маше попало намного позже – в XVIII-XIX веках. Франция была первой страной, где стали изготавливать из папье-маше различные поделки. Первыми изделиями, выполненными из папье-маше, стали куклы. Они были очень легкими, и их можно было передвигать на сцене без больших усилий. Во Франции делали головы таких кукол и перевозили их затем в другие страны, где шили одежду. После того, как в Европе увидели различные изделия из Китая, Японии и Персии, выполненные в этой технике, они стали очень модными, и вскоре различные предприниматели стали изготавливать по этой технологии собственные предметы. Папье-маше быстро распространилось по всему миру. Из него изготавливали шкатулки, подносы, архитектурную лепнину, подсвечники, рамы для зеркал, двери, карет, скульптуры, стулья, кровати и другие предметы мебели. Эта технология стремительно развивалась и в XIX веке, и стала очень популярной и доступной многим слоям общества. Их расписывали красками, украшали драгоценными камнями и золотом. В России первые изделия появились при Петре I, однако их массовое производство началось только в XIX веке. В это время в стране начали выпускать лаковые миниатюры, и сегодня в Федосеевке и в Палихе продолжают делать предметы из папье-маше, шкатулки, декоративные панно, пасхальные яйца. Для раскрашивания используйте или акриловые краски, или гуашь, а если после готовности такого изделия покрыть его лаком, то это придаст ему еще большую прочность. Создание и роспись такой тарелки увлечет и ребенка, и взрослого, особенно привлекательна она своей простотой изготовления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...